А после выступления перед участниками форума Владимир Постин ответил на вопросы российских журналистов. Самые актуальные и острые уже не только о Дальнем Востоке. Президент заявил, что правительство контролирует ситуацию в экономике. Для этого есть набор конкретных мер. Для стабилизации отдельных отраслей производства, рынка труда, социальной сферы. В последней власти выполнит все обязательства, подчеркнул Путин. В целом, считает глава государства, нет ничего драматичного в снижении цен на нефть. И национальная экономика адекватно справилась с этим давлением. Подняли в разговоре не только и не теряющую актуальность тему Украины. В частности, зашла речь о последних событиях под стенами Рады. И о том, что стало поводом к столкновениям. Предложениях Порошенко по децентрализации и особому статусу Донбасса. В соответствии с минскими соглашениями, поправки в Конституцию Украины предусматриваются. Но они должны быть сделаны в ходе обсуждения и диалога по согласованию с Донбассом. Закон о выборах в органы местного самоуправления должен быть согласован с Донбассом, два. Должен быть принят закон об амнистии, три. Он не принимается. И должен быть введён в действие закон об особом статусе этих территорий. Он принят, но его введение опять отложено. Вот все эти четыре кардинальных условия политического урегулирования не исполняются, к сожалению, сегодняшними нашими коллегами в Киеве. Они просто не исполняются. Что касается этих трагических событий, то я считаю, что это вообще никак не связано с изменениями в Конституцию. Потому что всё, что сегодня нам предлагается в качестве изменений, носит абсолютно декларативный характер и, по сути, структуру власти в Украине не меняет. То, что мы сегодня наблюдаем, это следующее издание политического противостояния на Украине. И изменения в Конституцию используются исключительно как предлог для обострения политической борьбы за власть. И ещё один кризис. По-другому проблему наплыва нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки уже и не называют. Владимир Путин заявил, что лавинообразный рост числа беженцев был предсказуем. И подобное развитие ситуации Москва прогнозировала ещё несколько лет назад. Мы в России, и ваш покорный слуга, я в частности, несколько лет назад, мы так и говорили, что вот будут большие крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнёры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, политику, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, в Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор. Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, ни религиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов. Это, прежде всего, политика, конечно, наших американских партнёров. Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несёт нагрузку. Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жёсткость по отношению к мигрантам. Но Соединённые Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. Но это вот я говорю не для того, чтобы сказать, что вот, ах, какие мы умные, да, и какие наши партнёры оказались недельновидные, не для того, чтобы кого-то пощипать, а нужно понять, что делать, что же делать. Вот, ответ тоже очень простой. Первое, нужно вместе, я хочу это подчеркнуть, вместе бороться с терроризмом, с экстремизмом в самых разных мастей. Второе, нужно восстановить экономику этих стран и социальную сферу. Спасибо.